Злоупотребление в религиозном мире Сегодня мы находимся в Смоленске У нас общение с Павлом Бороденко и Церковь Свобода Я хотел бы, подводя вот эти пункты о видах контроля, о видах, которые существуют в таких нездоровых взаимоотношениях Подвести это к небольшому тесту Чтобы люди посмотрели, может быть, в их жизни прослеживается подобная модель нездоровых взаимоотношений И такой вопрос, контролирует ли меня кто-то, или был такой неправедный контроль в прошлом И вот конкретные пункты, которые сейчас я озвучу, они дадут понять, действительно ли есть в жизни человека контроль Я думаю, что, дорогие друзья, он хорошо сейчас будет послушать эти пункты, конкретно протестировав себя И я думаю, что пастор Павел, он в конце даже помолится, чтобы какие-то узы определенные рухнули, смелость пришла То есть вот эти вещи, они ушли из вашей жизни Будьте очень внимательны И первый вопрос, который каждому стоит обратить лично к себе Испытываю ли я страх перед этим человеком? Речь может идти о любом человеке, от кого вы чувствуете манипуляцию, доминирование или контроль в вашей жизни И вы чувствуете, что это приносит в вашу жизнь давление, чувство вины Вы находитесь в определенном рабстве или зависимости Поэтому прослушайте вот эти вот несколько пунктов, вопросов и постарайтесь дать честный ответ Первое. Испытываю ли страх перед этим человеком? Следующий пункт. Считается ли он с моими чувствами и с моим мнением? Следующий вопрос. Боюсь ли я его расстроить или разозлить? Становлюсь ли я нерешительным в его присутствии? Стараюсь ли я по возможности избегать его? Испытываю ли я чувство тревоги, находясь рядом с ним? Заставляет ли он меня нервничать? Делаю ли я в его присутствии больше ошибок? Чувствую ли особенную признательность, когда он хвалит меня? Завишу ли я от его советов и отношения ко мне? Заставляет ли он испытывать чувство вины или стыда? Считает ли он меня ни на что негодным? И последний. Я не могу иметь с ним доверительных, сердечных взаимоотношений. Я думаю, каждому будет несложно проверить себя, увидеть какую-то личность и понять, есть ли в вашей жизни проблема контроля со стороны кого бы то ни было. И ниже сейчас я хочу, чтобы мы совершили несколько молитв, которые, если вы поняли, что находитесь под нездоровым доминированием, влиянием контролирующего какого-то лидера, человека, опять же, оговорившись, я упоминал об этом, кто бы это ни был. Любая модель взаимоотношений. Это может быть муж вашей семьи, это может быть ваш начальник на работе, это может быть пастор вашей церкви, это может быть любая личность, которая пытается вами манипулировать и контролировать. Поэтому, совершая эти молитвы, я верю, что Дух Святой покажет сейчас, конкретно каждому из вас, этих людей, что Дух Святой произведет свою работу через эти молитвы, вы будете освобождены. Конечно, вы должны соединиться своей верой с этим словом, быть честными, откровенными и молиться. И вот я сейчас предлагаю несколько молитв. Первое, что стоит сделать, что необходимо, это простить этих людей. Что это значит, прощение этих людей? Мы не игнорируем или не умыляем сути греха, контроля, который переживали в своей жизни. Но мы понимаем, что эти люди сами являются жертвами в определенном смысле. Иногда даже враг использует их в темную, и они сами не понимают, что с ними происходит. Поэтому первое, что необходимо сделать по Писанию, это простить этих людей. И простой пример молитвы, который я вам сейчас предложу, он служит своего рода шаблоном. В принципе, вы можете молиться от сердца самостоятельно, но самое главное, чтобы вы пропускали это все через свое сердце. Чтобы это не была какая-то механическая молитва, повторение за мной. Поэтому я вам предлагаю вот такой пример молитвы, такой небольшой шаблон, чтобы вы простили этих людей. Итак, молимся. «Бог Отец, я признаю, что праведная власть не причинит мне вреда, и я не хочу бояться тех, кто соблюдает благочестивый порядок. Однако я признаю, что...» И сейчас назовите имя конкретного человека, кого, как вы считаете, или кто, как вы считаете, контролирует вашу жизнь или держит в каком-то рабстве. Назовите имя этого человека перед Господом. Вы можете буквально закрыть глаза, помолиться несколько секунд, и, может быть, это будет не одна личность. Может быть, в вашем воображении всплывут люди из прошлого, которых уже давно нет в вашей жизни. Может быть, даже это умершие родственники. Может быть, это лидеры какие-то, с которыми вы пересекались, но чье влияние продолжает на вас влиять, контролирующее влияние. Поэтому назовите имена этих людей. И молимся дальше. «Я признаю, что он или она неправедно контролировал меня тем, что...» И сейчас конкретно перечислите методы, через которые этот человек вас контролировал. Что он употреблял в своем доминировании над вами, что бы это ни было. И пусть Дух Святой поможет сейчас каждому из вас вспомнить это, увидеть конкретно и простить этих людей. Прямо сейчас я отрекаюсь от всех этих ситуаций, от всех методов контроля, от всего, что сковывало мою жизнь. По своей свободной воле я принимаю решение простить этих людей или этого человека за его слова и действия. И своим прощением дарую ему свободу во имя Иисуса Христа. Аминь. Следующая молитва, которую я хочу предложить, это избавление от такого духовного ерма. Или избавление от душевной связи с этими людьми. Это тоже очень важная вещь. Она достаточно небольшая и, я думаю, каждому из вас будет понятно. Потому что, живя под контролем какого-то человека, недостаточно просто простить его. Есть многие вещи, которые могут связывать меня с этим человеком в духовном мире. Слова, обещания, обеты, что бы вы ни делали. Приведу короткий пример по поводу обетов и разного рода соглашений, которые связывают людей и также держат в демоническом рабстве. Буквально некоторое время назад мы молились за группу людей. И, в принципе, мы периодически встречаемся с этим явлением, которые подписывали определенные договора. В духовном мире это выглядит как обеты, которыми человек себя связывает. И независимо, с чем ты соглашался, какие обещания подписывал, ты связываешь себя. И если ты не будешь исполнять эти обеты, дьявол имеет доступ в твою жизнь. И мы освобождали людей от демонов. Они подписывались поддерживать конкретную религиозную организацию своими финансами, пожертвованиями. И когда начали молиться, у трех сестер начались демонические проявления, из них начали выходить бесы. Писание четко говорит, чтобы ваше слово было да-да, нет-нет. Все, что сверх этого, от лукавого. Иисус сказал, не давайте никаких обещаний, никаких обетов. Поэтому это грех. И дьявол знает, что это грех и знает, что это тьма. Поэтому, если вы заключали такие обеты, подписывались в верности какой-то религиозной организации, какому-то сообществу или людям, сейчас в молитве разорвите это иго, разорвите эти душевные связи. И я предложу также вам простую молитву. Отец Небесный, я полностью отпускаю сейчас всех этих людей. И будет не лишним перечислить имена, о чем мы говорили выше. Я отпускаю их своим прощением. Я принимаю решение обрести свободу от той зависимости, в которой меня держали эти нездоровые взаимоотношения. С этим человеком или с этими людьми. Я отрекаюсь от любой зависимости, с которой я был с этими людьми. Что бы они ни говорили, что бы ни делали. Прямо сейчас я провозглашаю полную свободу от неправедных душевных связей. Повторите имена этих людей, это будет не лишним. Перечислите. Я отрекаюсь от всех душевных связей, которые были для меня контролирующей зависимостью. Я прошу тебя, Господь Иисус, полностью отдели мою истинную сущность от... И также перечислите этих людей, ситуации, то, что вас связывало. Полностью отдели меня, Господь Иисус, мою сущность. Восстанови уникальность и целостность той личности, которой ты меня создал. Во имя Иисуса Христа я провозглашаю, что неправедные ермо, неправедные душевные связи, тяготившие меня, прямо сейчас разрушены. Разрушены. Аминь. И последняя молитва, которую я предлагаю вам, это молитва конкретно от освобождения, от духа контроля. Возможно, когда будем молиться сейчас, вы почувствуете какие-то проявления в вашем теле и в вашей душе. Дам вам простой совет. Если вы почувствуете, что что-то внутри вас поднимается, это может быть какая-то злость, это может быть какая-то реакция на мои слова. Просто, когда я буду молиться и прикажу этому духу оставить вас, выпустите это из себя, дайте этому выйти. Это может быть глубокое дыхание, это может быть какая-то зевота, это может быть кашель такой сухой, грудной. Дайте этому выйти, выпустите это из себя, если вы почувствуете какое-то проявление. Я также хочу коротко сейчас упомянуть, что дух контроля неразрывно связан с духом страха. Они, как правило, всегда находятся вместе. Если вам будет недостаточно молитвы, которую мы совершили в вопросе разрушения душевных связей, разрывания с этими людьми, помолитесь также и отрекитесь, возможно, после просмотра этой программы, от духа страха, который вас связывал. Отрекитесь от душевной связи, установленной через страх, с этим лидером или группой людей. Писание говорит, что боязнь перед людьми ставит сеть, западню она улавливает. И Бог нам не дал духа страха, не дал нам духа какого-то порабощения или рабства, чтобы нас держать в рабстве, но дал дух усыновления, который мы взываем к нашему небесному Отцу. Дал дух силы, любви и здравомыслия. Поэтому сейчас я противостану этому духу внутри вас. Дайте этому выйти. Если будет необходимо, тогда совершите эти молитвы. И пример молитвы. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я признаю, что в прошлом демонический дух контроля получил право действовать в моей жизни из-за греха. Я обращаюсь к тебе во имя Иисуса Христа и связываю тебя властью, получая личную свободу от духа контроля в моей собственной жизни. Я обращаюсь сейчас к нечистым духам, которые имели место в моей жизни из-за неправедного контроля, как надо мной, так и через меня, властью Иисуса Христа. Я изгоняю сейчас дьявольский дух контроля, религиозный дух контроля. И сейчас в этой молитве, тем, кто смотрит, дайте этому выйти из себя, если чувствуете какие-то проявления. Во имя Иисуса Христа, дьявольский дух контроля, как Божий Сын, властью имени Иисуса Христа, я связываю тебя, и я тебе приказываю сейчас подняться и оставить этого человека. С естественным выдохом, с кашлем, выйди вон, дьявольский дух во имя Иисуса Христа. Немедленно я приказываю оставить тебе его и никогда не возвращаться. Я разрываю твои узы, дьявол, полностью, повелевая тебя оставить и покинуть этого человека. Убирайся вон, нечистый дьявольский дух контроля, во имя Иисуса Христа. Если вы чувствуете проявление, дайте этому выйти из себя, освобождайтесь от этого нечистого духа. Я вам скажу такую вещь, что права у дьявола сейчас, через исповедание и вот эти молитвы отняты. Никакой власти у дьявольского духа контроля нет над вашей жизнью и над вашей душой. Просто отрекитесь от этого, соберите свою волю в кулак своим возрожденным духом, вытолкните из себя эту нечисть. Контроль, страх и все, что будет происходить с вами, все, что будет сопутствовать. Если вам что-то открылось, какие-то другие демоны или духи, которые могли держать в рабстве, дайте тому выйти и освобождайтесь. Я еще раз коротко помолюсь. Во имя Иисуса Христа я запрещаю любому духу страха, который действует вместе с духом контроля, мешать освобождению. И ты, дух нечистый, во имя Иисуса страх, немедленно покинь этого человека. Сейчас во имя Иисуса Христа я тебя отделяю от духа контроля, с которым ты действовал, и приказываю тебе именем Иисуса Христа выйти вон сейчас, немало не повреждая. Выйди вон из этого человека и никогда не возвращайся во имя Иисуса Христа. Аминь. И последняя молитва, которую я хочу совершить, это молитва исцеления вашего тела. Потому что мы знаем это из практики и видели, что в силу того, что человек находился под влиянием контролирующих духов, он имел проблемы со здоровьем. И это тоже очень важная молитва о восстановлении вашего тела. Я рекомендую соединиться своей верой с этой молитвой и принимать исцеление по вере во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, я благодарю тебя за то, что ты освободил меня от власти неправедного контроля. Я прошу тебя о восстановлении и исцелении всего моего тела, духа и души. Если меня сковывал страх, я прошу полностью наполнить сердце твоей любовью. Если меня сокрушал контроль, я прошу, чтобы сила Святого Духа помогла мне подняться и не находиться больше в этом рабстве. Во имя Иисуса, если меня ослабила немощь, я прошу, чтобы ты полностью исцелил и восстановил мое тело. Благодарю тебя, Небесный Отец, за то, что ты даруешь узникам свободу, исцеляешь сокрушенных сердцем. Я принимаю решение всегда пребывать в твоей свободе, целостности во имя Иисуса Христа. И лично от себя хочу посоветовать напоследок, будьте свободны в Господе, счастливы, наслаждайтесь свободой, которую нам даровал Христос. Аминь. И, дорогие друзья, оставайтесь с нами. В следующей серии мы поговорим за ещё виды контроля, доминирования, методы вот такого нечестивого воздействия на сознание, на волю человека. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!